Первый месяц года в России началась очередная декларационная кампания. Это значит, что жителям Карачаева Черкесии пора подумать о сдаче налоговых деклараций о доходах, полученных в 2019 году. Налоговая декларация по налогу на доходы – это документ, по которому физические лица отчитываются о сумме полученных ими доходов и относящихся к ним расходов, к порядку заполнения которого предъявляются определенные требования. Декларацию можно заполнить как от руки, так и в электронном виде, использовав, например, программу, которая самостоятельно сформирует декларацию на бланках необходимой формы, готовую для подачи в налоговый орган. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля и не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. В первом случае придется заплатить 5% от неуплаченной в срок суммы за каждый месяц, но не более 30% этой суммы и не менее 1 тысячи рублей. Во втором случае за неуплату НДФЛ штраф составляет 20% от суммы налога. Как и в какие сроки должны сдать налоговую этот документ, нам рассказала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Анна Дурнова. Ежегодно мы с первого рабочего дня января начинаем напоминать жителям республики о том, что стартует декларационная кампания. Речь идет о том, что если вы продали недвижимость, допустим, которая у вас была в собственности меньше минимального срока владения, или вы сдавали в аренду свое имущество, или вы получили подарки определенной стоимостью, или выиграли в лотерею, вы, соответственно, должны задекларировать свои доходы и подать декларацию по форме 3НДФЛ. Декларация должна быть подана не позднее 30 апреля текущего года. Ну, соответственно, 30 апреля 2020 года – это последний день добровольной, без штрафной подачи декларации за доходы, полученные в 2019 году. Также должны отчитаться все индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, другие категории граждан, осуществляющих там ту или иную деятельность самостоятельно, которые не являются сотрудниками организации и получают доход. Декларация 3НДФЛ – это не новый документ, он из года в год составляется. Форма, да, может быть, немножко там претерпевает изменения. Все это можно увидеть и в консультанте, и на сайте налоговой службы, отследить изменения. Подать декларацию можно как в бумажном виде, то есть, ну, обычным, там, старым, привычным, да, способом. И уже многие наши жители пользуются это, уже более привычным становится способом подачи декларации через личный кабинет налогоплательщика. Если индивидуальный предприниматель, соответственно, личный кабинет индивидуального предпринимателя, если это просто физическое лицо от аренды или от продажи имущества, это личный кабинет налогоплательщика физического лица. И там вы, как бы, все подпишете своей подписью, документ уйдет в налоговую, можно будет отслеживать судьбу его прохождения и проверки. Самое главное, чтобы были соблюдены сроки. То есть, ну, еще раз, да, говорим, что 30 апреля – это последний день подачи декларации. Что касается самой суммы исчисленного налога на доходы физических лиц, то та сумма, которая будет обозначена в декларации, должна быть уплачена до 15 июля 2020 года. То есть, даже еще после сдачи декларации есть такое время для уплаты. Нужно оговориться, что речь не идет о декларациях на вычеты. Да, есть у нас имущественные вычеты при приобретении имущества, там, социальные, при лечении или обучении. Эти декларации могут сдаваться каждый день, там, в течение всего года. Здесь нет ограничения с датой 30 апреля. То есть, 30 апреля – это только по доходам, полученным непосредственно от той или иной деятельности. На нашем сайте есть много разъясняющих материалов, форма декларации, методические указания. Все это можно найти и на сайте, и в различных информационных системах, типа консультанта, гаранта. Также все сотрудники налоговых органов в операционных залах инспекции дают такие консультации. Поэтому можно обратиться непосредственно по месту учета и декларацию, соответственно, тоже надо будет сдавать по месту учета в налоговых органах и получить необходимые разъяснения и без проблем уже сдать этот документ. Если вы это будете делать через личный кабинет, это будет тоже с подсказками, да, и все в личном кабинете отображаться. В самой декларации вы будете отражать доход, соответственно, в зависимости от вида дохода будет ставка применяться, установленная законом. И в самой декларации сам налогоплательщик, он делает расчет этой суммы, то есть ему не нужно ждать какой-то дополнительной информации. Он сам ее рассчитал в декларации и, соответственно, ее он должен заплатить до 15 июля. Поэтому каждый человек, подавая декларацию, знает о своих обязательствах. Также хочется еще сказать, что с этого года есть такая возможность подачи декларации, если это на бумажном носителе происходит, через многофункциональные центры. У нас есть соглашение с многофункциональными центрами на оказание ряда услуг налоговых органов. И вот одной из услуг является направление декларации по форме 3НДФЛ. Поэтому если вы пойдете за какой-то услугой в МФЦ и вы еще должны параллельно сдать декларацию, вы можете ее отдать там же. Она будет передана в налоговый орган, в котором зарегистрирован налогоплательщик и точно так же принята к учету. Не будет никаких проблем у налогоплательщика в этом случае. За несвоевременную сдачу декларации или вообще за несдачу декларации предусмотрены штрафные санкции, различные в зависимости от срока, задержки или непредставления. Также если декларация может быть сдана, а налог до 15 июля не будет уплачен, то за неуплату налога тоже будут применяться штрафные санкции, которые будут как задолженность уже отображаться и взыскиваться потом в судебном порядке. Поэтому не хочется прибегать к таким серьезным последствиям. Времени более чем достаточно. Еще полных у нас 3 месяца. Январь даже если не считать, еще очень много времени, чтобы получить консультацию, сдать декларацию и заплатить налог.